привет девочка я был на встрече по работе поэтому поэтому чуть-чуть нарядный привет босс привет босс капризничать это ты выбрил да это облазит до шерсть обалдеть так это у него лишай какой-то ли что это ветеринар до должен прийти это кто какой ветеринар как зовут дима так может тебе кроме на пожарке что за компресс ты делаешь ему вот старые зажили новый ряда появляется завал я уходил в больницу его вылетел уже нормальный был потом я заболел неделю меня не было приезжаю у него опять пошло все много-много пятен примочки мы делали да неприятно жевала она тут у него все подожила в другом месте началось не понял а по заживала как ты что-то делал до антибиотики кого он сказал два дня надо подождать 10 дней и уколов и посмотрим что с ним будет приболел на друг наш это белая это он как гной откуда кайта видишь это зажило вот новая давай давай вот рядом зажила да неприятно конечно когда наши питомцы болеют это очень неприятно переживание эти свежая зажила да да вижу приветствую друзья как видите демьян был немного занят с боссом собака у него болеет это неприятно уже на протяжении двух недель а я заехал за димой решил забрать его на спортплощадку позаниматься с ним это пойдет ему на пользу а как ты будешь заниматься комфортно тебя будет окей не я взял сумку спортивные вещи на переодеться ну что я друзья приветствую вас всех мы едем с игорьком подкачаться чуть-чуть от у нас такие слабые бицаки решили еще добавить да немножко развеемся счастья поехали итак друзья мы уже на месте это спортплощадка на жеканевский здесь здорово но сначала мы пройдемся в магазин купим бананов мы никуда не торопимся да 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 перед тренировкой очень полезно скушать бананы а Субтитры создавал DimaTorzok Итак, друзья, мы уже на спортплощадке, и Дима стартовал. Трицепс пошел. Это так, для разминочки. Тренажеры здесь шикарные. Да вообще это бомба какая-то. Вообще очень классная. Смотрите, плюсик это добавить вес, минус это убавить на все группы мышц. Все здесь есть. Впечатления? Ну я сейчас разогревочные делаю. Пока без так, с легкими весами. Впечатления офигенные. Во-первых, воздух тут свежий. Во-вторых, вот бесплатно получай здоровье. Разгоняй кровь по телу. Делай красивое тело. Нравься людям и себе. И вообще живи счастливо. Просто бомба, что тут сказать. Согласен. А я разогреюсь на турнике. Да. Впечатление офигенная. Продолжение следует... Продолжение следует... Две недели, наверное, да, уже? Ну да, чуть-чуть больше, две с половиной недели. Сейчас посмотрим, как я восстановился. Сейчас надо разогреюсь. И будем сколько раз, вот я смогу сделать. Какие мышцы здесь работают, рассказывай. Ну, думаю, что это, что-то вот это тут, боковое. Да, именно. Позвоночник вот прям аж прохрустел весь. Выписнение, как у него вправил. И круг пошла прям по позвонку. Не, ребята, спортом надо заниматься. Без фанатизма. И тогда будешь офигенно здоровый. И хорошо будешь себя чувствовать. Согласен. Сейчас, друзья, поделаем подъем-переворот. Кстати, а я делал 15 раз подъем-переворот подряд. Ну, вот 6-7 месяцев я точно на турнике не занимался. И сейчас посмотрим, что я сделаю. Ну, вот так вот. Все. Да. Немножко сдулся, но ничего. Соба, главное, что-то что-то... Конечно, ничего. Это все равно результат. Ну что, твоя очередь? Так, ну теперь Димончик, да. А, ты сходу сразу, да? Хорош тоже. С моим весом 110 килограмм. И я и за это рад, Игорь. Конечно. Сила есть. Хорошая. Хорошо. У вас голова закружилась. Так, давай, Горючек, что ты будешь делать? Подтягивание с уголком. Подтягивание с уголком. Хорошо, брат, давай. Да, раньше делал 12 легко. Ну, ничего, Игорек, это просто ты за зиму, денушка. Да, подрос, подрос здесь. Друзья, видите? Вот это вот, вот это вот, это... Знаете, что это? Это мои родители. Это любовь. Да, любовь моих родителей. Приехал к ним и чувствую, пару килограмм точно набрал. Дима качает лопатки. Нагрузка идет на лопатки здесь. У меня вот это упражнение залетело прям. Знаешь, у меня есть такие вот... Делаешь упражнения, но они вот, ну, не очень нравятся. А есть такие вот упражнения, вот заходят, они прям по полной. Прямо так. Мне, например, раньше не нравились приседания вообще. Какие-либо упражнения на ноги. А сейчас выпады, вот эти вот прыжки, которые я сейчас делал, мне они тоже залетают теперь. Начали залетать. Хорошо. А сейчас, друзья, я буду делать упражнение, подготовительное упражнение для горизонта. Руки быстро потеют в ладони. Друзья, шикарная площадка. Шикарная. Место хорошее такое. Дима знакомится с девчонками. А кто это подъехал, а? Привет. Спортсменам. Коктейльчики уже, да? Сразу перед тренировочкой. Давай, брат. Вот. Как садλα, как идешь наусов? Как все? Да. Продолжение следует... Ваня уже все сделал, Ваня отдыхает, а Игорек тут доделает. Я напрягаться сегодня не буду, решил так, пойдем по весам. Тут еда дороже, чем в Москве. Да, да. Я взошел через Москву домой, и это я с тобой согласен. В Москве дешевле, чем... В Мариуполе, да. Вдвое. Ну, от мяса, когда у нас было 450, у меня знакомый с Москвой ходил, в них 230. Блогеры понаехали туда, не дают заниматься. Так, а ну, брысь отсюда. Ну, даже этот вес. Да, тяжелый. Как бы... Сам тренажер, наверное, такой, железомощный. Да это мы просто рохули. Вот там понты колотим, там и там спортсмены, там и спортом занимаемся. На кровати только. Был в Больченке. Нет? Мы балабольченки. Я не люблю мегаполис, мегавейни. Да, да, я тоже. Я лучше в лесу жил. Да. Я такой же. Смирал запад всех и так, только с бинокля километров с десяти смотришь. Да. Я тоже, я предпочитаю отдыхать где-то за пределами города. Природа, водопады. Вот, согласен. Вы заметили, здесь очень много людей занимается спортом. Это прям круто. Этого раньше не было, поэтому не занимались. Мы когда были в Питере, я зашел, там площадка получается, кружки висят. Ты можешь зайти, переобуться и заниматься прямо на улице, бесплатно. Да. В общем, все это нормально. И идешь, там куча детей занимается спортом. Поэтому по России идешь, все не курят, а бьют мешок или бегают. А когда по Украине ходили, ты ходишь, ему 12 лет, он уже стоит с сигаретами, уже плохо. Он рево выпил, у него все поличета. Итак, друзья, мы отлично позанимались спортом с ребятами. А теперь пойдем вкусно покушаем где-нибудь. Правда, не знаем, где тут можно вкусно покушать. Может быть, что-нибудь найдем на тысячи мелочей. Если бы, как говорится, на таможне долго не стоять, можно было ехать, хоть в Ростов. Тут по факту полгода часа. Да, да, да. А так на границе с Россией и между Россией. Это не говорит. Это точно. Итак, друзья, мы приехали на городской пляж. Шикарная погода. Посмотрите на это небо красивое. Честно говоря, да, люди здесь не очень адекватные. Уже бухие потом. Да, да. Ну, мы сейчас от них подальше уйдем. В лес. Но посмотрите на это море. Вау. Вау. Друзья, класс водица. Какая вода волшебная. Красота. Здесь. Все здесь. Так, Маша взяла пиццу. Это все тебе. Да? А вот это все полностью будет выпить. Нет, это все время тебе. Это мне, это мне, это все время. Парни взяли шаурмы. Видон, конечно, красивый. Глянь. Ты посмотри на этот вид. Море сливается с небом, друзья, с горизонтом. Посмотрите на эту красоту. Время трапезы, друзья. Дима, как тебе шаурма? Понравилась? Офигенно. Я с удовольствием сел. Такая все в меру. Ничего лишнего вообще. Очень вкусно. Хрустящий лаваш был. Сочно. Даже в Кириллах и Ваня, она там бирюзового цвета. Вот я там два года подряд работал, она там бирюзового цвета. Друзья, как-то приехали мои, это, повез их на яхте покататься по этому. Туда, если чуть уходишь, там вообще черно. Там даже нырять, ну, вообще, ну, не хочется. Там где глубже, да? Да, вот там вообще черно. А что, так как бы должно быть наоборот? Ну, с завода все это выходит. А, я думал, с Кирилловки. Нет, мы хотели выйти за канал, но пограничники нас вернули обратно. Я говорю, давай туда, в сторону косы, хоть куда-то сходим, Чтоб там хоть подырять можно было. И туда мы, да, ехали до Рыбацкого. Всего Рыбацкого каких-то были. Ну, тут вот мы там подыряли и вернулись. А в той стороне вообще там муляка такая. Так, ну что, пройдемся. Вон уже места себе не находим. Он же в шортах, они же долбят по стране. Да, да, надо ходить, двигаться постоянно. Давайте походим еще. А то мы вкусно покушали, и надо это все усвоить. Удивительно, как это бильярдный стол не сперлёт. Ну, тяжелый. Ну да. Это обычно никого не останавливает. Красивое море. Да, сегодня море, друзья, очень красивое. Сегодня мы провели хорошо день. Позанимались спортом. Покушали вкусно. Покушали, да, вкусно. Погуляли. Шаурба такая бомбийская была вообще. Солнечная. Вечер красивый, конечно. Вечер красивый, конечно. Редактор субтитров А.Семкин